В 2020 году, когда вот те единые дни села мы начали проводить и ездить по району, эта тема была темой практически номер один, когда говорили о том, что необходимо, чтобы больница была общая, единая, чтобы сельские жители могли получать такие же медицинские условия в городе. И мы обещали это, если бы, наверное, не пандемия, это бы уже давно состоялось, вот это вот объединение. Но вот сегодня мы понимаем, что вопрос с эпидемией как-то, да, немножко пошел на обыль, и поэтому сегодня вопрос опять встал. И позиция моя такова, что то, что мы обещали, это были в том числе и наказы, да, потому что сегодня жители хотят приехать в город и попасть в больницу, но, к сожалению, так сложилось, где-то, может быть, человеческий фактор играет роль. Где-то мы знаем, что кадровая нехватка имеется в виду, что врачи, среднего медицинского персонала, и жители слышат о том, что вот вы не наши, да, получаете услуги в районе. И при этом, когда вот сейчас эта тема вновь появилась, да, в комментариях тоже есть такие, да, жители города говорят, зачем вы нам нужны, там что-то у нас мы сами хотим, зачем еще добавятся сельские. Мы должны сказать, что в районе Назаровском есть и хорошие больницы, и прекрасные врачи ответственные, и фельдшера, и есть и стационары, и есть койки дневного пребывания. Это не говорит о том, что сейчас весь поток хлынет, но просто мы понимаем, что сегодня логистика устроена таким образом. Если в селе какой-то врач идет в отпуск, и нет ему замены, что человеку проще добраться до города Назарова, чем добраться, например, в другой населенный пункт, имеется в виду из одного сельсета в другой. Ну, кроме того, лаборатории лучше освещены. Мы сегодня видим, что вот говорили о том, какие появляются там новые оборудования в городе. Но им должны пользоваться все, потому что в том числе СРБ номер один, она же финансируется и добавляется оборудование, в том числе с учетом и сельских жителей. Галина Владимировна, а сколько вообще времени может занять этот процесс объединения? Ну, мы же понимаем, что все этот процесс объединения, он все равно пойдет в чьи... Это в том числе снова будут разговорки жители, министр-руководители, я имею в виду, и через законодательное собрание. Но все равно, я думаю, в течение нескольких месяцев это должно произойти. Спасибо.